Франция и Германия призвали возобновить переговоры в нормандском формате. США включили корпус стражи исламской революции Ирана в список террористических организаций. В Британии приняли закон, предотвращающий жесткий Брексит. Париж и Берлин призывают страны-участницы нормандского формата интенсифицировать переговоры после выборов в Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Франции. Он подчеркнул, что полная реализация минских соглашений остается единственным способом для разрешения кризиса. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после президентских выборов Украина проведет заседание нормандского формата, в том числе по вопросу введения миротворцев в Донбасс. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не подтверждают это заявление украинского президента. Позднее Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в нормандском формате после выборов главы украинского государства. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вносят иранский корпус стражи исламской революции в список иностранных террористических организаций. Данный беспрецедентный шаг, предпринятый под руководством Госдепартамента, признает реальность. Не только Иран является государством-спонсором терроризма, но и корпус стражей исламской революции, активно участвует в терроризме, финансирует и продвигает его как средство государственной политики. Трамп также сообщил, что США продолжат финансовое давление на Иран из-за предполагаемой поддержки терроризма. В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавадзариф, сославшись на закон о противодействии нарушениям прав человека и авантюристским и террористическим действиям США в регионе, обратился к Совету безопасности Ирана с предложением признать Центральное командование США террористической группировкой. Позднее Высший Совет национальной безопасности Ирана признал Центральное командование США террористической группировкой, обвинив Вашингтон в поддержке терроризма. Законопроект, который обязывает правительство Великобритании просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза без соглашения, получил королевскую санкцию и стал законом. Об этом сообщили в Палате общин британского парламента. Документ подготовила группа депутатов Нижней Палаты парламента от различных партий. По их мнению, закон даст возможность в последнюю минуту избежать выхода из ЕС без соглашения. При этом документ предоставляет право определить срок необходимой отсрочки Brexit премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Стоит отметить, что правительство выступило против принятия данного законопроекта. Как заявили ранее в канцелярии премьер-министра, такой закон в значительной степени связывает руки премьеру на переговорах с Евросоюзом.